Журналист-социолог Игорь Яковенко подключается к нашему эфиру. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мировая реакция. Как вы считаете, достаточной ли она была? Ну, вопрос риторический. Я думаю, все участники нашего разговора понимают, что она была, ну, такой ожидаемой и несколько дежурной. Мы, конечно, должны увидеть, какой будет на самом деле реакция. Реакция, вот с моей точки зрения, адекватная реакция. Это согласованный в рамках единой акции отзыв послов, ну, как в таких случаях делается, для консультации. Когда происходит вот что-то экстраординарное, должен произойти отзыв послов из России. То есть, какой-то прерыв на неопределенное время дипломатических отношений. Ну, вот это вот первый шаг реакции. И второй шаг реакции – это предоставление Украине не просто всего вот того вооружения, которое обещано, а предоставление Украине, ну, например, нескольких сотен томогавков, нескольких сотен F-16 и F-35. Ну, вот что-то вот в этом направлении. Вот это вот была бы адекватная реакция. А так, в общем, дежурные слова – это, конечно, это такая, я бы сказал, ритуальная реакция. Посмотрим, что будет на самом деле после этого. Но пока это вот, ну, это такой ритуал. И он, конечно, не может удовлетворить тех людей, которые понимают, что произошло. В российском медиа и Госдуме ответственными за смерть Навального назвали людей на Западе. Там и Байдена, и НАТО, и Брюсселя, всех, кого только могли приплести. Но ведь Навальный сидел в колонии в России. Зачем тогда эти обвинения звучали из уст чиновников российских? Ну, знаете, все, что было во время интервью Такеру Карлсону – это классический бред. Это бред не в публицистическом смысле, а в медицинском. То есть это знаменитая триада бреда, который еще в 1913 году сформулировал Карл Ясперс. Это абсолютно нахождение в ложной картине мира. Это фиксация на ложных утверждениях и невозможность коррекции. Вот это вот классика жанра. Кремль реагирует так всегда. Когда убили Немцова, то реакция Кремля была тоже такая. Ну, это же сакральная жертва. И там обвинения были вплоть до того, что это Ходорковский убил Немцова. Это классика жанра. Это они так делают всегда. Убьют кого-нибудь, а потом говорят, что это, так сказать, убили соратники. То есть нашли сакральную жертву. Абсурд, конечно, конечно абсурд. Но бред всегда абсурден. И люди, которые вовлечены в этот бред, они начинают в него верить. Я не могу себе представить человека, который находится просто в здравом уме и в твердой памяти. И который может представить себе, что в эту самую удаленную ледяную колонию, которая находится за пределами досягаемости, в самом удаленном уголке России, в ледяном Ямало-Ненецком округе, называется Полярный Волк, что туда может проникнуть какой-то... Что вот, как представляется, что туда, что диверсант, что ли, из стран НАТО проник, значит, прополз сквозь эту ледяную пустыню и умудрился убить Навального. О чем речь идет? То есть представить себе ту картину мира, которая должна быть в голове у людей, верящих в эту чушь, невозможно. Это бред. В чистой воды бред. Примерно такое же, как утверждение Путина, что если бы он не напал на Украину, то Украина напала бы на Россию, на ядерную страну, которая намного больше, намного более тяжело вооружена. Ну, это бред. Только так это и можно расценивать. Продолжая первую часть вашего ответа на предыдущий вопрос, глашатый кремлевский Дмитрий Песков сказал о том, что вчера, когда только стало известно о смерти Навального, сказал о том, что об этой смерти Путину доложено. Это очень важно. Умер человек. Даже если Путину он очень сильно не нравился. Но не сообщено о смерти, а доложено. Как вы думаете, это потому что о выполнении приказов принято докладывать? Здесь можно, конечно, увидеть в словах Пескова именно этот смысл. На самом деле, ну, практически, я не знаю людей, которые являются, ну, просто даже спокойными. Не то, что сторонники Навального или оппозиционеры, но просто нормальные наблюдатели за тем, что происходит в России. Я не могу себе представить ни одного такого человека объективного, который бы не понимал прекрасно, что это убийство, это, безусловно, убийство, убийство, которое спланировано, которое, так сказать, тщательно подготовлено, и участвовал в этом лично Путин. То есть, это совершенно очевидно, что Путин являлся личным врагом Навального, Навальный являлся личным врагом Путина, он был узником Путина личным, и понятно, что целью Путина было убийство Навального. Что он пытался сделать? Значит, в 2020 году, 4 года назад, была попытка отравить его, он чудом выжил. А затем, вот эта вот целенаправленная отправка его в самую адскую колонию на территории Российской Федерации, и это было спланировано для того, чтобы было крайне затруднено расследование убийства. И то, что произошло, ну, если просто посмотреть, значит, ну, есть две версии. То есть, в любом случае, это убийство, спланированное Кремлем. Существует версия, что это было медленное убийство с помощью пыточных условий, потому что, ну, те, кто знает, что такое ШИЗО, штрафной изолятор в колонии, тем более в колонии, которая находится за Полярным кругом, и так пыточные условия. Но тут еще, что называется, ад внутри ада. И Навальный был 27 раз отправлен в штрафной изолятор. То есть, на самом деле, это условия абсолютно несовместимые с жизнью. То есть, одна версия, что его просто медленно убили вот этими пытками, и вторая версия, которую я лично склоняюсь, что его просто физически убили, не дождавшись, когда он умрет от этих пыток. Потому что он очень долго держался, не умирал. Но доказательством вот этой второй версии является трансляция из зала суда, которая происходила накануне. И, в общем, Навальный, несмотря на все пыточные условия, был достаточно, ну, по крайней мере, дееспособен. У него был бодрый голос, он шутил. Ну, в своей фирменной манере он всегда иронизирует над собой. И вот представить себе, что этот человек менее чем через сутки умрет, было невозможно. Поэтому я думаю, что все-таки, не дождавшись его смерти от пыток, его все-таки убили насильственным способом. Там уже много нестыковок, которые журналисты освещают, в том числе о том, что написали, что оторвался тромб, хотя это можно сделать только после медицинского заключения, после вскрытия. Плюс информация о смерти Навального появилась на сайте ФСИН через две минуты после того, как заявлива там же смерти его, времени кончины. Тут несколько вопросов. Так ли всегда ФСИН оперативно об этом сообщает? И нет ли процедуры, что сначала должны родственники узнать, потому что сразу стали появляться информации о том, что родственники не уведомлены, они не знают, им не сообщали о смерти Навального? Нет, ну вот последнее, последнее ваше замечание, оно, конечно, подразумевает, что вообще в России существуют какие-то порядки, какие-то правила. Я еще раз говорю, существует порядок. Я просто в начале 90-х, я, как бытность своего депутата, был членом комиссии по контролю за пенитенциарными учреждениями. И много поездил по колониям, по тюрьмам, и знаю хорошо, что такое штрафной изолятор, и знаю, что нельзя человека помещать более чем на 15 суток. А Навальный сразу после 15 суток пребывания в штрафном изоляторе тут же отправлялся туда же. То есть на самом деле правила здесь не соблюдается. Они вообще-то не соблюдаются в российских пенитенциарных учреждениях, но по отношению к Навальному было сделано исключение, они не соблюдались всегда во всем. Поэтому то, как это было сделано, это безусловно, но не только нарушение всех правил, это просто спланированное убийство. И то, о чем вы говорите, когда сразу, буквально тут же, через разница, по-моему, меньше двух минут, значит, фиксация смерти и официальное заявление в СИН Ямало-Ненецкого округа, это действительно показывает, что это все, так сказать, было организованное убийство руками, безусловно, сотрудников СИН, ну а заказчик и организатор этого убийства, безусловно, в Кремле. Тут особых сомнений нет. То, что все, что связано с Навальным, лично контролировалось Путиным. Слушайте, Игорь, а как это объяснить? Я сам, когда вчера прочитал новость о смерти Навального, и вот это сообщение на сайте СИН, сообщение, оно же, знаете, не такое, которое вот есть шаблон, и ты туда просто вставляешь имя, фамилию, там, не знаю, дату рождения и все. То есть это сообщение, ну конкретно, там речь шла об Алексея Навальном. И на составление этого сообщения, которое ни в два, ни в три предложения, понадобилось бы время. Разница между заявленным временем смерти Навального и публикацией на сайте ФСИН этого сообщения об этом, менее двух минут. Ну, они как, они совсем идиоты, что позволяют делать такие вещи, которые тут же выкрывают их как организаторов этого убийства и тех, кто это сделал? Вы знаете, дискуссия по поводу того, совсем они идиоты или не совсем, она в данном случае имела бы смысл, если бы эти люди находились в пространстве какой-то ответственности. Они абсолютно уверены в своей безнаказанности, они абсолютно уверены, что никаких последствий за это не будет. Значит, что их режим их прикроет, ну по той простой причине, что режим был заказчиком, Кремль был заказчиком. То есть, поэтому они, ну как, значит, было принято решение прервать вот эти пыточные условия Навального, в чем вот я все-таки убежден, несмотря на то, что есть ряд моих коллег, журналистов, которые считают, что Навального убили пытками. Нет, я думаю, что это была насильственная смерть, и эта смерть была подготовлена, эта смерть была организована, ну и поэтому заранее было заготовлено известие об этой смерти. Так что, ну вот так они сделали, да, убийцы, когда они уверены в своей безнаказанности, они оставляют улики. Ну просто потому что, да, потому что, в общем, а чего боятся-то? А чего им боятся? Непонятно, в чем, в принципе, смысл. У Путина выборы в кармане, он их нарисует любую цифру, он их, ну, назовем это слово, выиграет, но там, понятно, нет никаких даже элементов соревнований. Вы посадили его в колонию на 19 лет, он сидит так далеко, что к нему не доберется никто, вы не даете ему слова. Ну, то есть он не представляет, в принципе, для режима никакой угрозы, ну, такой глобальной. Зачем убивать? Ну, опять-таки, понимаете, вы исходите из логики нормального человека, а здесь совершенно другая логика. Во-первых, месть. Во-первых, так сказать, месть – это маленький человечек, который мстит. Вот сейчас вот его патологическая жестокость по отношению к Украине, а к Украине она тоже в известной степени избыточна. Ну, какой смысл бомбить постоянно мирные города? Зачем убивать мирных граждан? Ну, можно было бы понять каким-то образом логику военного агрессора, который убивает военнослужащих, уничтожает военную технику. Здесь есть какой-то извращенный, агрессивный, но, так сказать, преступный, но умысел и здравый смысл. Но зачем бесконечно убивать мирных граждан? Путин это делает постоянно. Путин мстит Украине за ее независимость. Путин мстит Навальному за его свободолюбие. Понимаете, это месть маленького человечка, который мстит Навальному за его свободолюбие. На самом деле, самим фактом своего существования Навальный бросает вызов. И это такая очень сильная моральная оппозиция. И да, можно, конечно, заплевать Навального грязью, закидать его дерьмом, что, собственно, делает с утра до вечера российская пропаганда, там говорят, что он преступник, что он вор и так далее. Но не липнет к нему все это, понимаете? Для значительного количества, да, далеко не для всех, но все равно вот это вот Навальный продолжал, вот из этой вот ледяной своей темницы, он продолжал создавать определенную альтернативу Путину. Несмотря на то, что никаких выборов нет, да, но это моральная альтернатива, это политическая альтернатива, так или иначе. И поэтому его надо было уничтожить. Кстати говоря, сейчас она не исчезла, она продолжает существовать как память о Навальном. Сейчас вот они, я так понимаю, очень мучительно решают, что дело с охранами Навального. Это тоже большой вопрос для них. Потому что, по идее, они должны отдать, значит, тело родственникам, но не знаю, как они будут решать эту проблему, потому что у них есть альтернатива просто сделать какую-то безымянную могилу. Посмотрим, как они выйдут из этой проблемы. Потому что и тень Навального представляет угрозу для Путина. Угрозу, опять-таки, альтернатива, угрозу морального выбора. То есть практически у Путина, Путин, убив Навального, создал себе еще дополнительную проблему. Не только в плане последствий для себя со стороны Запада, но и проблему того, что Навальный после смерти представляет собой альтернативную альтернативу. Это другая Россия, это не та, которая путинская. Поэтому задача была убить живого Навального. Ну и к тому же есть еще одна история. Есть какие-то исторические аналогии, когда человек долго-долго сидит в тюрьме. Ну, мы все понимаем, речь идет о Манделе, речь идет о людях, которые, пройдя тюрьму, выдержав много лет в тюрьме, выходят на свободу и становятся во главе государства. Я не думаю, что такая перспектива была реальна у Навального, но в принципе угроза такого сценария, она существовала. Поэтому убийство для Путина было, я считаю, спланированным и с его вот этой вот фашистской точки зрения было обоснованным. Спасибо вам, Игорь. С Игорем Яковенко говорили о смерти Алексея Навального, которую его сторонники, и не только они уже называют убийством, о реакции мира на эту смерть и о том, почему она выгодна Путину. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова